Межрелигиозный Символично, что учатся дружить, понимать и сотрудничать конфессии и народы именно в Дагестане. А где же еще? Открывая в рамках форума на площадке «Цитадели на рынке Алла» Международную богословскую конференцию «Религия в современном информационном пространстве. Национальные и интернациональные аспекты», министр по национальной политике и делам религии Республики Энрик Муслимов подчеркнул символизм проведения научно-практического мероприятия в древнем городе. Городе, городов, которые являются воротами трех религий, распространившихся в России именно через Дербент. Это иудаизм, христианство и ислам. Здесь в древнем городе был престол патриарха Кавказской Албании и крестово-купольный храм и самая древняя джума-мечеть 733 года и самая древняя синагога 1614 года в России. Рефреном по всему форуму проходила мысль о том, что нужно искать общее всем религиям и объединяться, а не выискивать различия, ковыряться в ошибках и разобщаться. Живя под одной российской крышей, нужно научиться преодолевать обиды и разногласия. Интересно было послушать идеи и мысли ученых арабо-мусульманского мира относительно религии и понятия родины. Так доктор шариатских наук из Йемена Сайф Али Мухаммад Аль-Асри отметил, что родина является не только то место, в котором ты родился, но и то, которое ты выбрал местом жительства, и поэтому следует делать все для ее процветания и защиты ее интересов. Шейх доктор Мутасим Билля Аль-Бизм, проректор Исламского института из Сирии, обращаясь к молодежи, призвал их к красивым поступкам, ибо Аллах красивее и красоту любит, чтобы сохраняли вокруг себя мир, так как Господь сделал нас наместниками на земле, чтобы мы наилучшим образом обустраивали ее. Религиозный деятель из Триполи, доктор наук Хилал Ахмед Туркмани, впервые прибывший в Россию Дагестан, был восхищен не только атмосферой и видами прекрасной цитадели и добродушных людей, но и отметил то, что дагестанцам удалось сохранить в республике межконфессиональный и межнациональный мир и стабильность. Приятно, еще как, только не сглазить бы и приумножать эту стабильность, а не раскачивать. Ну и тема патриотизма на этот раз явила себя явно, ясно, спонтанно и консолидировано. Кажется, мы иностранцев зацепили нашим российским патриотизмом. Муфти Татарстана Камиль Хазрат Самиголин высказал здравую психоаналитическую мысль. Давайте признаемся себе в том, что каждый свою конфессию считает лучшей, иначе он не исповедовал бы ее. Но это не значит, что нужно разъединяться, оскорблять или, не дай бог, травить друг друга. А жить нужно, проявляя уважительность, сотрудничество и обмен мнениями по важным общественно-политическим событиям и явлениям. Сотрудничество необходимо и для того, чтобы мир не провалился в бездуховные тартарары, в преисподнюю мрака и конфликтов. Разобщенность облегчит нашим врагам и врагам Бога еще и задачу уничтожения и подавления нас. Иначе нас всех переломают, если мы не сожмем кулак, высказал свою мысль духовное лицо Луганской Народной Республики, архимандрит Макарий. Кстати, из новшества этого года расширение и масштабирование форума, включение в него и участников из новых регионов России, были и те регионы и страны, представители которых впервые прибыли на межрелигиозный форум. Новички, так сказать. Это Саудовская Аравия, Монголия, Туркмения, Сирия, Камерун, Ливия, Таджикистан, ну и, конечно, братья из Луганска. И красной нитью проходила мысль о специальной военной операции, о том, чему мы противостоим на Украине и что защищаем. Всем российским, иудеям, христианам, мусульманам и буддистам очевидно то, что противостоим сатанизму, а спасаем нашу идентичность и право на поклонение, на свободу исповедания и веры. Он мечтает о мире во всем мире, чтобы хоть один век был без войн, но, кажется, сильные мира сего делают все, чтобы провоцировать конфликты и столкновения. Ради денег ищите экономику. Так, по крайней мере, думают не только в Луганске. Он мечтает, потому что видит войну в анфас и профиль, видит переполненные больницы и госпитали, раненых и инвалидов своих молодых сограждан. Ему больно, поэтому мирное небо над головой для него – это не высокопарные слова из дравниц, а реальное желание, чтобы больше никогда этого не было. Из заветных молитв парня, приехавшего на форум. Аркадию Бондареву, 19 лет, на груди блестит крестик, он верит, что победа будет за нами и надеется, что скоро. Он впервые посетил Дагестан в составе луганской делегации, которую возглавляет архимандрит Макари, и состоит она из нескольких священнослужителей. Накануне в Дербенте Макари назвал Дагестан «богоспасенной землей». Эпитеты в адрес республики выдавали неподдельные восторги и Аркадия. По всему видно, что парень оказался в ином социокультурном измерении. И не скрывает это, он уже влюблен в страну горы Седого Каспия. Учит слова из дагестанских языков, можно было услышать из его уст аварская Бертина, красивая. Собирается начать читать и изучать Коран, интересуется местными традициями и культурой. Ему интересно все. Аркадий Бондарев занимается общественно-политической деятельностью. Состоит в партии «Молодежь справедливой России», при которой есть политическая школа, где готовят будущих управленцев. Вообще разъяснительную работу в Новой России нужно проводить повсеместно, считает Аркадий. Несмотря на поддержку подавляющего большинства специально военно-операций. А некоторые молодые луганчане, попавшие под обстрел информационных орудий противника, возвращаются в Народную Республику, чтобы совершать диверсии и теракты. Синдром киевского телевизора и беспрестанная пропаганда, приучающая зрителя не только к, мягко говоря, своеобразной интерпретации, но и к чудовищной лжи, ломает и сознание, и жизнь. Аркадий приводит пример, как дым от торфянников киевские фейкометы выдавали за пожар Кремля, чем на некоторое время обрадовали постоянно тающий электорат Зеленского. Продолжают извращать историю героев, а негодяи-предатели представляют выдающимися деятелями Новой Украины. В кривом зеркале официального Киева отдельные молодые люди и в Новороссии не могут распознать истину, отделить зерна от плевел, поэтому работу нельзя останавливать ни на миг. Не убеждают их и бомбы, которые пролетали на их родину. А первый авиаудар по Луганску был нанесен в июне 2014 года, когда Аркадий был 9-летним мальчиком. Украинский язык он так и не выучил, зато с юных лет понял, что с таким режимом, который уничтожает свой народ, буквально уничтожает, им не по пути. В Луганске есть музей память Донбасса, в котором собраны и продолжают собираться свидетельства, в том числе зверств современных нацистов. В работе молодого луганчанина, приехавшего на перезагрузку в Дагестан, это большое подспорье. Аят Корана, приведенный на межрелигиозном форуме, не кем-нибудь, а иеромонахом Григорием Матрусовым, председателем экспертного совета при патриархате по взаимодействию с исламским миром, изумил слушателей. Воистину, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. Аят Корана, прививка от патриархата по взаимодействию с исламским миром, изумил слушателей, аят Корана, прививка от неонацизма и украфашизма. Нужно узнавать друг друга, то есть сотрудничать, помогать друг другу. А узнавать можно и нужно через интернет, через культуру и традиции. Когда иеромонах завершил свою речь словами «Аль-Хамду-Лилля», именитый религиозный деятель из Дамаска из уважения к нему встал и протянул ему руку. Вот оно, межрелигиозное сотрудничество и дружба. Комментарии тут излишни. Оставайтесь людьми. Субтитры создавал DimaTorzok